В Ивановском дворце искусств началось долгожданное обследование несущих конструкций здания, из-за которого еще летом была нарушена полноценная деятельность трех ивановских театров. Предполагалось, что это обследование, по итогам которого решится вопрос, безопасно ли находиться в здании и завершиться к ноябрю. Но в итоге подрядная организация была определена только в середине октября. Работы будет проводить строительно-конструкторское бюро «СКБ-проект». Срок выполнения контракта – 8 месяцев, и он разделен на три этапа. Первый этап – это в течение этого года будут проведены обследования по несущим конструкциям зданий театрального комплекса. Также будут выполнены лабораторные исследования тех материалов, из которых изготовлены строительные конструкции. А далее уже работы по геологии и геодезии будут продолжаться в течение 8 месяцев. И уже в мае следующего года мы получим заключительные документы состояния зданий Ивановского государственного театрального комплекса. На первом этапе обследования до нового года главная задача подрядчика – определить состояние несущих конструкций и при благополучном исходе выдать разрешение на использование зрительных залов. Но поскольку итог обследования может быть и не самым радужным, департамент все же готовится к худшему. С учетом ситуации, что пока нет результатов на сегодняшний день, поэтому театрами разработаны планы работы до конца года на других сценических площадках, как запасной вариант. Ответ – безопасно ли пребывать в здании театрального комплекса – департамент культуры и туризма намерен получить как можно скорее. Во всяком случае, есть такая договоренность с подрядчиком. А пока сотрудникам театрального комплекса приходится пребывать в подвешенном состоянии. Возникают сложности и с репетициями, так как не всегда предложенные площадки удобны, и с адаптацией спектаклей параметром неродной сцены. Когда театр переезжает на другую площадку, конечно, есть сложность, потому что мы ставим спектакль, рассчитывая наши объемы сцены. Когда мы приезжаем на новую сцену, она совершенно другая, и другое оборудование, и световое, и звуковое, и техническое, и штанкеты, и все такое прочее. Конечно, здесь есть сложности. Но мы, когда ставим спектакль, конечно же, подразумеваем, что мы куда-то поедем. Поэтому стараемся что-то придумать, каким-то образом выкрутиться из этой ситуации. В предстоящем сезоне Ивановский музыкальный театр планирует выкрутиться следующим образом. Декорации для предстоящих премьер будут выпускать в стиле минимализма. Чтобы использовать их можно было на любой сцене. Любовь Почерникова, Андрей Семьволков, РТВ Иваново.